Мы хотим принести свои искренние извинения всем быкам, пострадавшим для съемок этого видео. Всем привет! Это Едим ТВ. Сегодня у нас необычный выпуск, потому что я буду готовить, во-первых, один, а во-вторых, буду готовить на обычной домашней кухне бычьи яйца. К сожалению, никто не захотел готовить со мной бычьи яйца. Я хотел приготовить бычьи яйца с Аней, но Аня наотрез отказалась, я не смог убедить ее. Она не ест вообще субпродукты, даже печень и сердечки. Поэтому бычьи яйца буду готовить один я. Я достаточно много раз сказал бычьи яйца. В принципе, ничего особенного в яйцах нет, поскольку многие едят печень, сердечки и прочие субпродукты. Чем яйца хуже? Главное, они стоят меньше 100 рублей за килограмм. Очень выгодно. Первым делом, что нужно сделать, это достать два бычьих яйца. Теперь самое важное и самое сложное, это снять шкурку с наших яиц. Ну, не с наших яиц, а с бычьих яиц. Разрезаем бычьи яйца пополам, не дорезая до конца. И после этого аккуратно снимаем шкурку. Это не так просто, как кажется. И говорят, чтобы шкурка снималась легче, нужно поместить бычьи яйца в кипящую воду на полминуты. После этого вытащить их и сразу засунуть под холодную воду. Повторяю, это нужно сделать с бычьими яйцами. После того, как мы сняли шкурку, нужно обязательно промыть под холодной водой половинки яиц. Промытые кусочки яиц обязательно нужно высушить. После этого режем каждую половинку еще на две части. У нас получится по 4 кусочка с каждого яйца. Обжариваем лук в течение нескольких минут. После этого добавляем чеснок. И еще через полминуты просто убираем все это из сковородки и откладываем в сторону, потому что лук с чесноком нам понадобится позже. В масле, которое осталось у нас после обжарки лука с чесноком, мы начинаем обжаривать бычьи яйца на высоком огне без добавления соли. Дело в том, что если добавить соль, начнет выделяться влага. А поскольку бычьи яйца, они и так достаточно влажные, то масло будет брызгать и обжарка будет происходить не очень. Обжариваем на высоком огне несколько минут. После чего переворачиваем, жарим с другой стороны столько же. После того, как яйца обжарили со всех сторон, добавляем лук и чеснок, которые мы обжарили до этого. Обжариваем еще минутку. После этого перекладываем жареные яйца с луком и чесноком в тарелку. Я еще, например, никогда не пробовал яйца быка. Собственно, ничьи яйца я не пробовал. Это мне напоминает печень, на самом деле, из субпродуктов. Ничего, вполне себе съедобная вещь. Есть психологический какой-то барьер, потому что все-таки ты понимаешь, что это бычьи яйца. Но если бы мне не сказали, что это такое, я бы с удовольствием их отъел и как бы нормально абсолютно не жаловал себя. И, кстати говоря, бычьи яйца еще называют Rocky Mountain Oysters, то есть устрицы, горные устрицы. Вполне себе такое блюдо. К сожалению, не везде его можно найти. Я, например, в нашем магазине караулил долго. Но я не жалею абсолютно. Это вкусно, интересно. Можно есть. Особенно, если у вас мало денежков. Кризис, все дела. Можно и яйца бычьи есть. Это лучше, чем печень. Печень я, например, не люблю. А яйца норм. Попробуйте дома приготовить. Если найдете, конечно, в продаже. Пишите в комментариях, что необычного пробовали вы. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться на наши группы везде. Вконтакте, Фейсбуке и так далее. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok